В прямом эфире новости по буднях. Здравствуйте! На наиболее важных резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. И прямо сейчас основные темы выпуска в анонсах наших корреспондентов. С начала сентября в Иркутске отравили более десятка бездомных собак. Некоторых четвероногих удалось спасти. Сегодня узнаете, кто может стоять за убийствами животных, а также что делать, чтобы спасти своего питомца во время сезона охоты. Сезон ремонта дорог в Иркутске подходит к концу. Но далеко не везде горожан устраивает результат работ. В программе выясняем, какие претензии скопились у людей и почему подрядчики перестали заботиться о комфорте пешеходов и водителей. С заботой о природе ученики одной школы региона решили всерьез заняться вторичной переработкой сырья. С каким материалом работают дети и зачем им это нужно, разбираемся в выпуске. А в финале выпуска расскажем, какое отношение флаг с Международной космической станцией имеет к Иркутску, а также как футболка способна смягчить боль от сильнейшего удара и еще целый ряд забавных фактов. Смотрите в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. В Иркутске с начала сентября зафиксировано более 10 случаев отравления бездомных собак. Ветеринары установили, что четвероногих умерфляют при помощи препаратов от туберкулеза. Все подробности в первом материале выпуска. Впервые за двое суток этот пес нашел в себе силы поесть. Последний его прием пищи закончился тяжелейшим отравлением. В судорогах пеной из пасти и бегающими глазами его доставили в питомник К9. Ветеринары определили, что это похоже на отравление тубозидом, противотуберкулезным препаратом. Одной такой таблетки достаточно, чтобы убить собаку средних размеров. Но этим двум дворняжкам повезло. Скоро они встанут на все четыре лапы. На данный момент они себя чувствуют уже, можно сказать, хорошо. Животные уже начали есть. Стали реагировать на внешние раздражители. Уже нету даже рвоты. Встают. Хвостатых пациентов обнаружили в квадрате нескольких улиц Октябрьского района. Отсюда на стол к ветеринарам попали уже более двух десятков бездомных собак за последние два месяца. В районе отравлений преимущественно кирпичные дома, которые дольше держат тепло. Поэтому дворняк здесь больше. К тому же их подкармливают. И кто-то этим воспользовался. Кто? Сейчас разбирается полиция. Сообщение об обнаружении собак с признаками отравления зарегистрировано. Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Стоит отметить, что пострадать от действий злоумышленников могут и домашние собаки. Если несчастный случай все-таки произошел, лучше как можно быстрее привезти животное в ветклинику. Тубозит начинает впитываться в кровь через полчаса после того, как собака что-то подобрала и съела на улице. Только в терапевтическое отделение ежедневно поступают около 50 четвероногих пациентов. Отравление одна из основных причин. Но если ехать долго, можно попытаться вызвать рвоту. Дать собаке сорбент, например, активированный уголь или витамин В6, он же передоксин. Передоксин – это специфический антидот к этому отравлению. Его нужно начинать вводить. То есть практически сразу, как только владелец увидел, что собака что-то подобрала на улице. Если дома есть в аптечке передоксин, то, естественно, вводить препарат хотя бы внутримышечно. То есть в идеале здесь, естественно, в интенсивной терапии это проводится по вене и капельно. Дома хотя бы внутримышечно, чтобы немножко облегчить как-то ситуацию. А вот ситуацию с бездомными собаками действительно необходимо как можно быстрее решать. Но только цивилизованным образом, а не варварским. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. И один из важнейших шагов к этому был сделан сегодня. В Иркутске, наконец, разыгран контракт на отлов бездомных собак. Сделать это удалось со второй попытки. Победителем аукциона стал питомник К-9. Он же оказался единственным заявленным участником. Стартовая цена контракта составила 6,5 миллионов рублей. Финальная почти 3 миллиона. Напомним, эти торги администрация областного центра провела повторно. В первый раз в апреле 2021 года ни одна фирма по отлову бродячих животных не решилась подать заявку на участие. Теперь по условиям контракта подрядчик должен будет отловить бездомных собак по заявке муниципалитета срок до 30 ноября. 15 сентября в Иркутской области день траура. Вечером 12 сентября в авиакатастрофе под селом Казачинское погибли 4 человека. Еще 12 пассажиров пострадали. В знак скорби в регионе приспущены флаги. В последние дни крушения рейсового самолета объединило многих людей. В роковую ночь на поиски пострадавших отправились не только спасатели и врачи, но и местные жители. Что тогда происходило на месте трагедии, со слов очевидцев, узнаете далее. Возле самолета подальше их отвезти от самолета, от осколков, от керосина, который бежал. Вдруг у меня залазил, доставал женщину, сидушку оторвал. И когда я смотрел на нее фонариком светил, на нее керосин лился. Первого мы сопроводили, я ему куртку дал, посадил, он говорит, ноги замерзли. Я ему ноги в руколазок сунул, этой куртки посадили, говорю, все, ждите. Но у него рука только сломанная была. Самолета их когда вытащили, начали вниз спускать туда, на к лодкам, с этого, с хребта. А крутой хребет-то, вот первого мужика-то, которого вытаскивали, но носил, ему там плохо было, конечно, и он и кричал, и орал. Местность-то неровная, это по лесу же тащили. Еще и туман же сильный был, не видно ничего, не было там даже на речке. Тем временем число госпитализированных после падения самолета, Л-410 выросло с 10 до 11 человек. За медицинской помощью обратилась женщина, которая самой первой отказалась от госпитализации после катастрофы. Сейчас же ее положили в больницу. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное. Всего на сегодня в больнице Казачинск-Коленского района находится пять человек. Один из них в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших сегодня были доставлены в Иркутскую областную клиническую больницу, где уже проходят лечение трое пострадавших, которых привезли в столицу региона, в первый же день после катастрофы. Двое из них находятся в реанимации, один в стационаре. Также сегодня людям начали выплачивать материальную помощь. При этом основных версий крушений самолета по-прежнему две. Ошибка пилотирования и отказ техники. А вот дорожная техника продолжает курсировать по улицам Иркутска, ведь ремонт и проезжих частей на многих улицах областной столицы еще не завершены. К тому же далеко не везде работу удается сдать с первого раза и без ошибок. Данил Седов продолжит тему. Еще совсем недавно пешеходам не было места на улице Трактовой в Иркутске. Однако в ходе капитального ремонта, который еще идет, здесь обустроили широкий тротуар, который полностью устраивает местных жителей. Изменения коснулись и проезжей части. Новый асфальт, отбойники и ливневки. Но у водителей областной столицы все равно есть претензии к промежуточным результатам работ. Когда доделают, я думаю, что будет устраивать. Пока не очень. А к чему есть вопросы? Ну, до того, что мало полос с той стороны. В город уехать очень сложно. В остальном, в общем, ну так более-менее. Полос для движения станет больше. Как только на Трактовой все работы выполнят в полном объеме, шестиполосное движение будет восстановлено. Требования и пожелания водителей будут выполнены, равно как и на улице Мелентьева. Здесь местных жителей в первую очередь интересовал вопрос безопасности дорожного движения. Большое количество освещаемых пешеходных переходов должны решить эту проблему. Но куда важнее не что сделали специалисты, а как. Здесь на улице Мелентьева подрядчик за время хода ремонта допустил 14 нарушений на общую сумму штрафов 280 тысяч рублей. Но, как нас заверила администрация города, все нарушения уже устранены. Правда, остатки строительного мусора, бетонные блоки и металлические обрезки от забора подрядчик убрать за собой не удосужился. Массу неудобств сейчас испытывают и жители в микрорайоне Солнечном, где в самом разгаре капитальный ремонт дороги и тротуаров. Из-за этого около учебных заведений утром и вечером собираются пробки. Однако и это явление временное. Дополнительно очень много обращений от родителей и от жителей о том, что мы якобы там сузили дорогу. Дорогу мы не сузили, дорогу в нормативном по ширине, но идя навстречу жителям, значит, мы немножко расширим и сделаем дополнительные парковочные карманы. Все работы в Солнечном должны закончить к середине октября. Однако подрядчика попросили завершить ремонт как можно скорее, для того, чтобы приносить меньше проблем и неудобств иркутянам. Самое главное, чтобы эта спешка не сказалась на качестве. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. Тем не менее, окончательную оценку качества дорожного ремонта могут дать лишь автомобилисты. Именно с такой просьбой мы сегодня обратились к ним. Их мнение далее в эфире. Если смотреть по баррикад, очень много претензий ее сузили. Все думали, что добавят полосу, а ее просто сделали. Тротуар слишком дополнительный, широкий. В принципе, дороги сделаны нормально. Меня как автомобилист устраивает. И больше всего устраивает, что делается постоянно. По стиральной доске будто едешь. Что делали, что не делали, он называется. Ну вот новый мост. По-простому сказать, доска стиральная. По-другому не назвать. Ну даже вот новый мост. Вот, недавно сделанный. Даже где проходит ямочный ремонт, он тоже там плохого качества совершенно. Плохо. Дорогу содрали и бросили, и все, и потерялись. И вот целый месяц, даже на примере вот этого моста, очень долго делают. Плохое качество. Асфальт, ну, плывет, можно сказать. Ну, в этом году намного, конечно, лучше. По сравнению с прошлым. И, по крайней мере, идут и работают дорожные. Намного лучше полотно стало. Сегодня мнения респондентов разделились. Одна часть опрошенных нами Иркутян считает, что ремонт дорог в этом году выполнен хорошо. Другая часть горожан, напротив, уверена, что дорожное покрытие, нанесенное на магистраль в этом году, выполнено некачественно. В любом случае, итоги сезона ремонтов будут ясны позднее, во время активной эксплуатации. Анастасия Смирнова, Василий Заводский. Новости по будням. А вот оценить масштабный ремонт в Байкальске получится еще не скоро. Ведь в городе запланирован снос всего аварийного жилья и строительство на его месте малоэтажных многоквартирных домов. Также в ближайшие годы ожидается рекультивация площадки БЦБК, а вместо него построят курорт мирового класса. Это далеко не все планы в отношении города. Вся программа разбита на более чем 300 этапов. Стоимость такого проекта оценивается в 161 миллиард рублей. В основном это средства частных компаний, а лишь около 20 миллиардов запланировано потратить из госбюджета. На некоторые из проектов уже найдены инвесторы. Реализация будет проходить в несколько этапов. Якорные объекты, в том числе горнолыжный курорт, должны появиться в Байкальске к 2030 году. Основная ставка сделана на увеличение туристического трафика, что приведет к появлению новых рабочих мест и повышению уровня жизни. Но если строительство города-курорта пока в планах, то экологический проект школьников из села Урик уже реализован. Ребята всерьез решили помочь природе и теперь занимаются подготовкой сырья для вторичной переработки. Тему продолжит Кристина Черкова. Вода и добрые помыслы – это все, что требуется школьникам села Урик, чтобы помочь природе. Ребятам всего по 10 лет, но несмотря на свой юный возраст, они уже ведут серьезную экологическую работу. Каждый день ребята отмывают около 110 пакетов из-под молока, чтобы затем сдать их на переработку. Материалы берут в школьной столовой. В один прекрасный день пришли пить молоко, а мы пьем его каждый день. Пришли и тут кому-то, никто даже не помнит, кому, теперь смеются, кому пришла эта идея в голову. Кто-то спросил, что с этими-то пакетами происходит. Я мыла пакеты, было трудно, мне прям вот такой вот тазик дали, но я рада, что у нас это получается. Мы их не выбрасываем на свалку. А так бы, если мы этим бы и не занимались, то пакеты все засоряли бы землю. Так, благодаря любопытству учеников, в школе зародилась необычная традиция. Свободно от уроков время ребята тратят на очистку упаковок, а затем взрослые увозят материал на переработку. После того, как пакет сдается на переработку, он, естественно, проходит этап обработки, еще раз мытья, дробления. И уже в дальнейшем вот эта дробленая масса отправляется в готовые изделия, ну, как правило, смешиваясь с первичным сырьем для производства различных полиэтиленовых изделий. Свой экологический путь школьники из Урика начали еще в первом классе. Собирали макулатуру, пластиковые бутылки, из которых делали садовые скульптуры и метла. Директор учебного заведения не скрывает, занятием ребят гордится. Не было каких-то лекций по обучению экологии, то есть ребенок сам понимал, что такое экология, как это важно и где он себя в этой нашей, так скажем, экосистеме видит. Наверное, вот это самое главное, что шло от детей, от их интереса. А потом, когда им дать, так скажем, волю, им дать возможность в поле действия, они уже сами придумывают, идут, расширяют. То есть за ними только надо успевать, успевать и подхватывать их идеи. И идей у школьников еще много. А в их основе одна простая и понятная даже ребенку мысль. Забота о природе – залог комфортной жизни. Кристина Черкова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Работают на благо региона и участвуют во всевозможных волонтерских акциях. Лучших гидроэнергетиков региона наградили в Иркутской области. 37 человек из Иркутска, Братска, Устилимска получили благодарности за трудовые успехи и социально активную жизненную позицию. В столице региона на церемонию награждения пригласили 7 человек. Все они, как и их коллеги из других городов, специалисты Евросибэнергогидрогенерации. Каждому сотруднику вручили не только благодарности, но также подарочные сертификаты. Подобные мероприятия в регионе проходят ежегодно в рамках акции «Награда нашла героя». Она является частью социальной политики «Н плюс группы». Ее основные приоритеты определил основатель компании «Общественный деятель Олег Дерипаско». Повышение квалификации специалистов, их поощрение за профессиональные заслуги в числе основных направлений. Как итог, многолетняя стабильная работа предприятий топливно-энергетического комплекса. Это одна из базовых отраслей для региона, ведь от работы энергетиков зависит свет и тепло в домах жителей. Не случайно людей этой профессии отличают особое чувство долга, дисциплина и ответственность. Я хотел бы поблагодарить наших работников за производственные успехи, за неравнодушное отношение к своему предприятию, к проблемам, которые существуют в регионе. И хотелось бы отметить их активность именно в период пандемии. Спасибо компании «Олег Дерипаско» за то, что поощряют работников активных с активной жизненной позицией. Я думаю, что это очень хорошо повлияет на коллектив, на сплоченность. Активная жизненная позиция есть и у нашего земляка, фотографа Антона Климова. Он создал уличную экспозицию «Дискретный Иркутск», а разместил он свои работы на заборе из темно-зеленого пруф-листа. Мужчина считает, что само по себе это ограждение портит вид города, поэтому решил включить его в состав экспозиции. Экспозиция архитектурно-этнографического музея под открытым небом в Братске скоро пополнится новым объектом. Это деревянный амбар 19 века. Откуда и как перевозили постройку, узнаете далее. У каждого бревна свой номер. Так старинный амбар готовят к путешествию. Он переезжает из родного села Ключибулак в ангарскую деревню. Это архитектурно-этнографический музей под открытым небом в Братске. Повезут деревянную постройку 19 века в разобранном виде. Мы пронумеруем сейчас и потом в процессе сборки будем, соответственно, каждый номер ставить на свое место. И вы увидите в конечном результате то, что стоит здесь. Оно будет ровное, точно такое же, все в той же самой конструкции. Этот амбар и усадьбу обнаружили этнографы несколько лет назад. И очень удивились. Считалось, что все исторические постройки в Братском районе были уничтожены во время затопления. Но здесь старинные здания сохранились. И во многом благодаря хозяину. Сергею усадьба досталась от отца. И в отличие от соседей, он не стал пускать дома на дрова. Хорошее дело, что сейчас в ангарской деревне построят. Какая-то будет память, как раньше люди. Ведь в этих амбарах и мясо хранили, и зерно хранили. Иногда амбар использовали и для ночлега. Ведь в 19 веке люди жили большими семьями. Места в домах было мало. Поэтому летом кто-то мог ночевать в амбаре. В 19 веке и древнее старались жить так называемыми неразделенными семьями. Когда вместе живут отец, мать со своими женатыми сыновьями, у которых жены дети. Доходило до 30-40 человек. Но в основном это было 15-25 человек. И, конечно, им было мало места. Зимой они ютились в таких вот избах, которые по две штуки бывало, в усадьбе строили. Точный возраст этих построек установили с помощью анализа древесных колец в бревнах. Их возвели в 1865 году. Но в домах усадьбы почти не осталось здоровой древесины. Поэтому в музей перевезут только амбар. И он станет самым старым подобным объектом в регионе. Увидеть его брачане и гости города смогут весной следующего года. Юлия Шенкарюк, Новости по будням. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о том, что станет экспонатом школьного музея в Иркутске. И как на федеральном конкурсе выступил житель Уссорья Сибирского. Дарья Бунеева завоевала золото Кубка России по велоспорту шоссе на соревнованиях, которые проходили в Майкопе. Уроженка Иркутской области выступала в индивидуальной гонке на время на дистанции 25 километров. В итоге наша землячка финишировала с результатом 33 минуты, 31 секунда и 19 сотых. Этого оказалось достаточно для того, чтобы завоевать титул чемпиона. Блестяще проявила себя на всероссийских юношеских играх боевых искусств Дарья Пирогова. Иркутянка выступала в соревнованиях по Кио Кусинка и весовой категории свыше 55 килограммов. По ходу турнира девушка одолела соперницы Сверловской области, Москвы и Краснодарского края и завоевала золотую медаль. Победное шествие спортсменов Иркутской области поддержали Виталий Чернов и Елена Кравченко, которые выиграли заключительный этап Кубка России по альпинизму. Оба наших земляка выступали в дисциплине скайрайнинг. Более того, Елена Кравченко смогла завоевать золото в горном ультрамарафоне на 50 километров в рамках фестиваля Хока Вайлд Трейл. Даниил Седов, новости по будням. Ну а сегодня в Иркутске был дан старт областной спартакиаде под названием «Невозможное возможно». Почему турнир носит такое название и о том, кто в нем участвует, расскажем в следующем материале. Толчок, прыжок и лучший результат из трех попыток. В свои 67 спортсменка Елена Кривозубова активно занимается спортом. Проблемы со зрением пенсионерке не помеха. Как пришла в спорт, несчастье помогло, глазки подвели. Я узнала, что есть такое общество. Я туда пришла и нисколько не пожалела. Сегодня в Иркутске стартовала областная спартакиада и «Невозможное возможно» среди спортсменов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллектуального развития. Она проводится Министерством спорта Иркутской области раз в два года, начиная с 2017-го. Чтобы попасть на нее, сначала нужно пройти районный отбор. Мы стремимся, чтобы во всех муниципальных образованиях адаптивной физической культуре уделялось внимание. Мы заключаем контракты с общественной организацией, которые работают непосредственно в муниципальных образованиях Иркутской области. Как раз проводят занятия с лицами с ограниченными здоровьем. В итоге на соревнования приехали команды из 31 города и района. Одни сдавали нормы ГТО, а другие боролись за награды в дартсе, настольном теннисе, трейборье, плаванье, интеллектуальных играх и в двух видах волейбола – стоя и сидя. Чтобы в волейболе играть хорошо, нужна хорошая подача и хороший прием, соответственно. А чтобы хороший прием был, нужна хорошая координация движения. То есть нужно уметь хорошо держать спину. Алексей – не только волейболист, но и мастер спорта по толканию ядра. Участие в разных видах – обычное явление для адаптивного спорта. Однако на спартакиаде можно выбрать лишь одну дисциплину. Так спортсменка Светлана Виноградова выбрала интеллектуальную новинку – шаффлборд. Включается игра в чем? Чтобы игрок выпускал биту не дальше семи. И как бы спокойно запускаете. И желательно все ушли, чтобы у нас биты на троечку. Нам надо набрать 24 очка из 8 возможных бит. Кстати, в копилке Светланы уже 84 награды и звание мастера спорта в различных дисциплинах. Для нее, как и для других спортсменов, сегодняшние соревнования – способ встретиться с близкими по духу людьми и вновь преодолеть себя. Дарья Ивазова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Проявить себя и показать итог работы зрителям. В честь 25-летия со дня образования Правобережного округа на набережной реке Ушаковки открылась выставка картин местных художников. Всего в экспозиции представлены работы семи авторов. А о других не менее интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Каждый из нас любит получать подарки. Но откуда появилась традиция обмениваться сувенирами-гостинцами? Ответ на этот вопрос мы вряд ли сможем дать. А вот поделиться новостями, связанными с презентами, и не только, готовы прямо сейчас. Станет экспонатом школьного музея «Флаг Иркутска», который побывал в космосе. Такой подарок, а также снимок столицы региона с борта МКС получила городская школа номер 21 имени Юрия Гагарина. Передал презент в местную коллекцию космонавт Сергей Куть-Сверчков. И, конечно же, самым большим подарком для учеников стало общение с необычным гостем. Подарил массу позитивных эмоций зрителям усальчанин Анатолий Гринь. Мужчина выступил в творческом телешоу в Москве. В программе музыкант исполнил песню «Эхо Андрюша, нам ли быть в печали» из репертуара Клавдии Шульженко. Исполнение композиции артист сопровождал игрой на гармонии. Эй, будь дорожка, извини, моя гармошка! Номер «Сибиряка» приняли очень тепло. И зрительный зал, и звезды российской эстрады. Однако музыкант не прошел в следующий тур. Отметим, Анатолий Гринь – известный в усолье сибирском артист. Раньше выступал в составе своего вокально-инструментального ансамбля. Бетонный сувенир к 285-летию Челябинска создал дизайнер Владислав Новиков-Барковский. «Это традиционная неваляшка, предназначенная для тихих игр, суровых челябинских мужчин и дам возраста от 3 лет», – описал работу автор. Идея создания необычного презента пришла мужчине после того, как коллеги по дизайнерскому ремеслу попросили сделать что-нибудь исключительно для родного города. Отметим, это уже не первый эксперимент с суровыми подарками в столице Южного Урала. Ранее одно из предприятий выпустило бетонную сумку и бетонные яйца к Пасхе. Пришлось подаркам заглаживать вину Роналду. Во время разминки перед матчем он попал в женщину, которая была на стадионе. Удар мяча был сильным, потому что возле женщины сразу собрались коллеги. Прибежал на место и спортсмен. К счастью, все закончилось хорошо. Дома очнулась и к концу матча уже улыбалась. Еще бы, ведь Криштиану подарил ей свою футболку. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И я же на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин